Вот, а здесь, по-моему, уже это. Заставку принёс. Хм, посмотри. Кажется, твой брат был замешан не только в контрабанде оружия, но и в чём-то ещё. Что же это было? Наркотики, вымогательства? Несколько лет назад я слышал о проекте в Индокитае, но не поверил. Значит, у них хватило средств довести всё до конца. Впечатляет. О чём здесь говорится? Улучшенная и усовершенствованная версия вида гомо-сапиенс. Зачем кто-то клонировал такого дурака, как мой брат? Где это всё произошло? В каком-то глухом уголке Румынии. Я не помню точно. Но знаю, как найти информацию. Если тебе это интересно. М-м-м. Чёрт! Здесь полный беспорядок. Что произошло? Тебе стоит взглянуть на записи с камер видеонаблюдения. Думаю, они прояснят ситуацию. Я знал, что мы найдём что-то подобное. Ну, надеялся. Прекрасно. Этот человек работает великолепно. Может, он не так силён, как я, но его скорость. Ты знаешь, кто это? Хм... Ты тоже его знаешь. Это мой друг, мистер сорок седьмой. Чушь! Сорок седьмой — это просто выдумка. Никто ещё не доказал, что он существует. Ты знаешь, когда-то я встретил его в Роттердаме. В то время я не знал, что это он. Но я провёл небольшое расследование. Значит, ты знал, что он побывал здесь. Можно и так сказать. Его можно нанять? Раньше было можно. Но в последнее время я не получал докладов о его работе. Может быть, он уже мёртв? Мёртв? Ты ослеп? Эти записи доказывают, что он живее всех живых. Нужно заставить его работать на нас. Тогда его придётся найти. Такие убийцы не бросают работу. Так, сейчас, друзья, я кое-что проверю. Хорошо. Так. Угу. Ну чё, попробуем начать. Так. Ну и что, ребят, мы начнём Хитмана второго. Присаживайтесь поудобней. Вот. И всем тогда приятного просмотра. Поиграем немного, покажем вам, что и как. Приятного просмотра. Так. Новичок. Такс. Сицилия. Смотрим тогда ролики. Продолжение классной игры. Помидорка. Помидорка. Графика, конечно, стала намного лучше, чем в первой части. Всё стало интересным детализированием. Так что... Многим вторая часть вам понравится. Так. Хорошо, что играет русская озвучка. А, вот. И сейчас учат ходить. Учат, короче, как играть, да? Так, ладно. Доброе утро, сын мой. Как у тебя дела? Падре, я в порядке. Мне нужно поговорить с вами. Успокойся, сын мой. На Сицилии говорят. Я ничего не видел. Я ничего не слышал. Меня здесь не было. А если и был, то спал. Если ты хочешь раскрыть своё сердце, единственное надёжное место – исповедальня. Давай встретимся там в полдень. Арбузики. Арбузики – это прикольно. Нас оружия вообще никакого, да? А чё нам вообще делать надо? Побегать, походить? Или что? Ага. А это открыть мы пока не можем, да? Да, можно теперь заглядывать в замочные скважины. Это фишка игры. Ага. А, мы типа зайти не можем В натуре А, можем Неплохо Падре, я согрешил Я слушаю тебя Продолжай, сын мой Я совершал ужасные вещи Я, я убил много людей За деньги Из-за невежества Из-за ненависти По злому умыслу Дитя мое Я неплохо тебя знаю Ты хороший человек Я видел, как ты ухаживаешь за садом Я знаю, что ты пожертвовал Много денег на благо церкви Твоя душа На правильном пути Но, отче, я не отсюда Я не из этого мира Разве может Бог простить меня? Не волнуйся, сын мой Когда придет твое время У него найдется место и для тебя Просто храни Бога в сердце А сейчас я должен идти Останься здесь И помолись Отец наш небесный Укажи мне правильный путь Я иду один и заблудился во тьме Покажи мне свет И я пойду на него Помоги мне обрести душевный покой Да Добро пожаловать в Дом Божий К сожалению, храм закрыт Приходите завтра Бенвенуто, векий милый Мой друг, не это время И дать вам аппутацию Помогите, помогите Помогите, помогите кто-нибудь Помогите Помогите Я ничего не буду комментировать В принципе, происходящее так понятно Что происходит Вот уроды херовы Так, можно выйти, наверное, тем же путем, что мы... Так быстрее были, да? Добро пожаловать на Сицилию Мы надеемся, вам понравилось Знаменитое итальянское гостеприимство Но вы должны будете заплатить за то, что становились здесь Подготовьте 500 тысяч долларов наличными К полуночи Послезавтра А пока мы будем развлекать вашего друга Падро Виторио Ему очень нравится рыбалка Мы постараемся сделать все Чтобы он как следует насладился этим увлечением Вы еще услышите о нас Джузеппе Джулиани 500 тысяч Это огромная сумма Я пойду в пристройку Пора вспомнить прошлое Пора вспомнить прошлое Так, я кое-что проверю Мне интересно Потому что Так, у нас кухонный нож теперь появился, да? Свинок трогать-то не хочется Они милые А, вот Теперь от первого лица можно Рассматривать Свинюшек Хлю-хлю Вот И даже ноги видны От первого лица Теперь можно Фишку такую делать От первого лица Голуби Один убежал Ну ладно А ну-ка, мне интересно Э, арбуз Почему ты не... Серьезно? Я не могу арбуз разломить, ладно Агентство Это 47-й Соедините меня с Дианой Пожалуйста, подтвердите ваш код регистрации Мой номер БРО 3886 Соедините меня с Дианой Она узнает меня по голосу 47-й, это Диана Очень рада снова слышать ваш голос Где вы пропадали? Мы все думали, что вы погибли Наверное, вам будет приятно узнать, что сейчас ваши способности очень востребованы Для наших клиентов вы легенда Диана, я не ищу работу Мне нужна информация Джузеппе Джулиани из Палермо, Сицилия Вы знаете о нем что-нибудь? Давайте посмотрим Джузеппе... А, да, у меня есть кое-что Джузеппе Джулиани Также известен под именем Донан Биро Джулиани Крестный отец одной из величайших, старейших и самых влиятельных мафиозных семей на Сицилии Мне нужны спутниковые снимки его резиденции А также информация об охране и дорогах А еще, узнаете, есть ли там священник Он мой друг, и его похитили Друг? Откуда эта сентиментальность, 47-й? Надеюсь, вы знаете, что мы никогда не даем информацию бесплатно Это против наших правил Как вы будете расплачиваться? Я слышала, вы очень богаты Что-то подобное я уже слышал Все это ложь Но мне кажется, ты сможешь предложить какое-то решение Я свяжусь с некоторыми знакомыми, проверю старые связи и подумаю, что можно сделать На самом деле у меня есть одно небольшое задание специально для вас Мне кажется, оно не будет слишком сложным Задание? Да Если вы примете предложение агентства, то очень скоро я смогу предоставить вам информацию о вашем друге Так что скажете, 47-й Вы все еще в форме для такой работы? Прошло много времени, 47-й Давайте вместе повторим базовые приемы Агентство хочет убедиться, что вы не забыли все, чему вас учили Это что ты мне сейчас предлагаешь Да все, я готов Блин, даже стекло умывается Ну ладно 47-й, это Диана из агентства Вы снова с нами Мы рады, что вы вернулись Итак, мы заключили следующий договор Мы поможем спасти вашего друга отца Виторио А вы выполните для нас несколько заданий А также позаботитесь о некоторых членах мафии с виллы Боргеза В подвале этой виллы держат священника Ваша основная цель Дон Джулиани Наши осведомители сообщили, что территорию его виллы патрулируют множество охранников Не думайте, что спасение отца Виторио будет легким Дон очень осторожен Если поднимется тревога, он скорее всего убьет пленника и сбежит Охранники привыкли к людям, которые приходят, чтобы вернуть деньги или дать взятку И быстро отреагируют на любое необычное поведение Сверьтесь с картой местности, которую мы прислали Буэно Фортуны 47 Ну да, это ж итальянский язык, у моего Фортуна Как в этом, по-моему Классо-синий Классо-синий втором Так, подожди-ка Я никогда не успевал Этого завалить Велика Теперь успел Блин, а там минус что? Оружие Блин, а как мы его убьем, если... Оружие мы спрятать Стоп, у меня идея появилась Подожди-ка То, что побежим, это понятно Так, подожди-ка Я хочу немного нетрадиционным способом поступить Если, конечно, получится Положить оружие в ящики Сначала чел заберет амин ящик, а мы положим оружие Положить 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 Там все? Струна, хлоракон пистолет а все так я так понимаю что можно с другого входа зайти короче тут два варианта но если мы притворимся уже почтальоном ведем цветы подарим типа посмотрим на тему работает или нет мой вариант но если заработать будет круто ой там же написано если побежим уже надо просто ходить так погнали ферма ты венга ки давай все ну мы спокойны мужики вот мы уже проникли в этот 5 сохранений ладно не будем пока сохраняться кому-то цветы относить то надо по факту так для нас оружия нету нас только струна граци и фиори листовом аспектант пизану я значит унана понял я заткнись окей окей все хватит что-то время почтальона все смысле э чё вы стреляете нафиг охренели совсем так один ли цветочки короче по-хорошему они хотят пиздос просто для дрочи реально того угроха чувака по-хорошему а а и и и когда он пойдет за вторым завалим может конечно было прослиял на кухню относит мне кухни все равно недоступно долго он конечно топает ждать его конечно жесть охрена им вообще-то до почтальона мочил просто капец значит он возвращается с хрена ладно ждем так долго едет и Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Смысл Блин, вот как Вот и что я сделал Взял, провалил квест Вот блин В смысле, а почему я могу только переодеться? Пипец, конечно Да уж Ха Получается я его как-то убил, что Теперь мне прятать ничего Не надо, да? Но зато чувак Умер с цветочками Так, пистолет подобрал А кто меня подозревает? Нифига себе, чувак, ты меня так подозреваешь далеко? Серьезно? Нифига себе, не доверия людям Ага Блять, он сюда идет Да отвалит ты, чувак, не сюда иди Пожалуйста То в смысле? Какого хрена? Почему вся игра так заканчивается, блять? Вы издеваетесь? Что это за хрень? Перестрелка между охранниками происходит Перестрелка между охранниками происходит Понятно Понятно, здесь закрыта Да ебаный рот! Какого хрена? Да Ага, понятно Понятно Да Да да, куэрда куэрда Не падай мне мать Веркал Может тут трупов попрятать? Ну А чё этого челик у него будет? Ааа, гениально А чё это челик? Типа Типа мертвый, ну Типа мертвый Ты Yug Talman? Ы 7 достала орать а это с любовничка молчается где-то а вариха ты слишком как бы тебя объяснить да а варихе уже ничего не есть ладно я тебе не понравилось но мне приду охранить сюда что не идет капец они на сколько что за где нихуя себе у тебя дробовик был сейчас будет как сицилийским кино дедов пределах слева как галюцкий фильмов устроен кровь сцене джилла люди сколько там людей один что ты чё охренел подозрительный чмошник ведут все подозрительные чмошники включим двери окей давай его перетащим что ты чё охренел урод вот и лежите тут отдыхайте для пистолета так ладно пора сваливать кто там опять орет чё ты орешь подожди и ты разоралась тоже так так пошли в жопу Так, подвал. Диана, в подвале пусто. Скорее всего, его куда-то перевели. 47-й, вы слышите? Это Диана из агентства. Возможно, вы правы. Последние данные со спутника показали, что священника тащили четверо бородатых русских в форме. Погнали. Посмотрим, какой статус дадут. Так. 16 людей и 4 невиновных. Ну ладно, хотя бы так. Хотя бы так. Так. Погнали. К следующей миссии. О, подожди, мне интересно, варбузики постреляют. Подожди, так. Так, где пистолеты? Ребята. Ребята. Погнали. Стоп. Где арбузики? Можно больше сюда стрелять. Так. Ну что? Оп, 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 оп. И все арбузики стрелять. Оп. Так, погнали. Ну что? 47-й, это Диана. Жаль, что вам так не повезло в поместье. Сложно сказать, где сейчас держат Виторию. Мы потеряли его след в аэропорту. Тем не менее, агентство считает, что свою часть договора мы выполнили. Осталась ваша. Вам придется поехать в Санкт-Петербург и выполнить небольшое задание. Ваша цель – уничтожить бывшего агента КГБ, который должен приехать на тайную встречу. Она была организована специально, чтобы вы смогли убить этого человека одним точным выстрелом. Встреча будет проходить в 13.00 сегодня в доме Пушкина на набережной. Нужная вам комната находится на втором этаже в западном крыле здания. Ее окна выходят на площадь. Мы отметили их на приложенной фотографии. Раньше в доме Пушкина был штаб ФСБ. В здании есть два входа – главный и служебный. Оба они хорошо охраняются вооруженными сотрудниками ФСБ. Попасть в дом можно только через площадь. Цель должна быть уничтожена во время встречи. Приготовьтесь, она начнется через пять минут. Так. Че берем? Берем дилер-тыгр, эволювер, пистолет, пистолет. Нож, хлороформ, два пистолета. Ну и все. Санкт-Петербург. В течение многих лет на его долю выпадали убийства и предательства. Сюда непросто вернуться. Думаю, что охрана и солдаты здесь хорошо обучены и не доверяют иностранцам. Меня выручит только элемент неожиданности. Если я сделаю все быстро, тихо и чисто, они не смогут понять, что произошло. А сейчас нужно найти камеру хранения номер 137. Вот и Петербург, значит, да? Так. Преследование в Петербурге. Красиво тут. Так, ячейки здесь получаются, да? Даже 137. Так, я понимаю. Э, мастерей. Оу. Понятно. Снайперка, значит. 47-й, в здании прибывают офицеры. Кажется, встреча начнется раньше, чем ожидалось. Будьте готовы. А я буду готова, ты, блядь. Мужики, блядь, вечно что-то подозревают. Бесят они меня. По-моему, их даже двое было. Так. Второго завалить надо. Блин, в этом плане все так медленно, что просто капец. Жесть. Ну, извини, мужик, ты слишком это... Подозрительный. Блин, снайперка, надо в кого-то переодеться, чтобы со снайперкой ходить. Так. Ладно, возьмем одежду. Возьмем оружие. Так, ближе. Подожди, а как здесь где-то? А, вот. Понял. Понял, принял. Так. Теперь пора Самое интересное делать. Так. Так. Текст. Где же там чёрт будет? Это будет черт. Твою мать. Твою мать. хотел же меньше же сделать сука 1 да брось ты его погнали так вот и петербург и тему любимый пить так красиво все-таки будь игра конечно и не такая новая инновационная но атмосфера в ней всегда была как говорится на 40 седьмой встреча начнется через пять минут окей окей вот и главное здание а вот второй этаж 47 встреча начнется через четыре минуты подготовить если я понял 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 подготавливаем ся так я у нас проход так стоп подожди опа опа олега диана навстречу прибыли четыре генерала для продолжения работы мне нужна дополнительная информация это очень странно сорок седьмой и неожиданно вот что у меня есть объект генерал форме около 60 лет не приступайте к исполнению задания пока не будете точно знать кто ваша цель так вот здесь уже можно сохранить за что вы не это не право я поищу более подробную информацию подождите немного спокойное место сорок седьмой вот что у нас есть я пересматриваю частную запись прошлого года подождите сорок седьмой кажется он правша это поможет но я все равно не смогу опознать его по этому признаку есть еще информация время истекает сорок седьмой у меня некоторые выписки из его медицинской карты кажется он много пьет хорошо спасибо хотя это тоже вряд ли поможет подождите сорок седьмой я нашла его личное дело здесь есть его недавняя фотография сорок седьмой он лысый лысый значит это тот наверное да сорок седьмой оказывается он не курит есть визуальный контакт объекта поздно где он ну и где этот хрен вот он давай если это он 47 вы не должны были убивать никого кроме цели сорок седьмой это диана жаль что вам так не повезло в поместье сложно сказать где сейчас держит теперь у нас будут проблемы да ё-моё в смысле это не он твою мать больно как я мог не того убить пипец просто жесть погнали чё чё тут поделать попробуем конечно перед этой миссии перед этим выстрелом 47 в здании прибывают офицеры кажется встреча начнется раньше чем ожидалось будьте готовы окей так ну погнали чё надо будет сохраниться перед встречи блин как можно так тупануть а здесь второй раз получится блин а а а а а этот хрен раньше тут вроде бы не ходил в а а вправо возьмем Сорок седьмой. Встреча начнется через пять минут. Понял я. Не дурак. На третий этаж взять. Второй не катит никак. Так. Давайте возьмем третий этаж. Второй. И... Третий. Сорок седьмой. Встреча начнется через четыре минуты. Подготовьтесь. Угу. Окей. Подготовимся. В принципе, подготовимся. Неплохо подготовимся. Так. А что за хрень опять с этими этажами? Ничего не пойму. А, вот. Вот теперь, по-моему... Навстречу прибыли четыре генерала. Для продолжения работы мне нужна дополнительная информация. Это очень странно, сорок седьмой. И неожиданно. Вот что у меня есть. Объект генерал в форме. Около шестидесяти лет. Не приступайте к исполнению задания, пока не будете точно знать, кто ваша цель. Так. Он не курит. Окей. Я поищу более подробную информацию. Подождите немного. А, так лысый вот этот был. Видите? Сорок седьмой. Вот что у нас есть. Сорок седьмой. Это Диана. Жаль, что вам так не повезло в поместье. Сложно сказать, где сейчас держит Виторию. Мы... Валим. Просто валим. Пока мужики не ополнились. Просит нафиг в линтовку. Что за хрень? Чего я по кругу хожу? Блять. Сука. Вот и всё. Просто валим нахрен. Просто валим нахрен. Таймлин. Сука. Таймлин. Сука. КАНИ. Сука. Ну, хотя можно так сократить, раз проход открыли. Так, просто валим, не будем даже ничего тут брать. Так же никого нету, всё, переоднимаемся, чтобы не было подозрений. Вот и всё, делал авто, надо было просто в другого отстрелить и всё. Так, убито трое, нормально, окей. Так. Сейчас посмотрим, какая следующая миссия будет и, наверное, на этом закончим. Так. Сорок седьмой это агентство, говорит Диана. Вы выполнили наше последнее задание и выплатили свой долг, но мы бы хотели продолжить работу с вами. У одного из наших заказчиков проблемы, а ему действительно нравится ваш стиль. Диана, меня не волнует ваш заказчик. Хотите работать со мной? Заинтересуйте меня. Я знаю. Мне сказали, что оплата за ваш труд будет больше обычной ставки. Поверьте, об этом вы не должны беспокоиться. Если не секрет, о какой именно прибавке идёт речь? Ну, сейчас работа обычного агента оценивается в сто тысяч долларов. Хорошо. Тогда вы утроите эту сумму, переведёте её в золото и отправите на мой заграничный счёт. Сорок седьмой, я... Вы... Это же огромная сумма. А, но и я не обычный агент. Кроме того, мне нужно поддерживать репутацию. И всё. Она согласна. Так. Здравствуйте, сорок седьмой. Прежде всего, от имени агентства благодарю вас за то, что продолжаете работать с нами. Сейчас вам предстоит вернуться в Санкт-Петербург. Кажется, предыдущее убийство сильно напугало оставшихся генералов. Угу. Все они теперь проводят собственные расследования, чтобы узнать, кто убийца. Наш заказчик этим очень недоволен. Их нужно остановить. Нам стало известно, что генерал Макаров собирается встретиться с главой местной бандитской группировки. Угу. Он хочет попросить защиты и узнать что-нибудь об убийстве. Их встреча пройдёт в парке Кирова, уединённо и в то же время на людях. У нас есть старая запись об их предыдущей встрече. Наша разведка докладывает, что они встретятся сегодня в 14.00 по местному времени. Сверьтесь с картой. Они оба прибудут на бронированных лимузинах ЗИЛ-115, но с различным сопровождением. Обратите внимание на дорожно-пропускные пункты и охранные патрули. С ними нужно быть осторожным. На пирсе вы найдёте необходимое снаряжение. Окей. Седьмой. Вам предстоит предотвратить встречу и ликвидировать обе цели. Это я уже понял. Так, револьвер, Desert Eagle, пистолет, пистолет, хлорофон, два пистолета, кухонный нож. Ладно, пофиг. В принципе... Так, подожди, а снайперка есть? Была, точнее... По-моему, не было. Ладно, пофиг. Погнали. Короче, вот на этом месте мы остановимся, сохранимся сейчас. Вот. На этом месте. Так. Сохранить. Это у нас встреча в парке Кирова. Так, торпеду мы не трогаем. Преследование в Петербурге. Ага, в Петербурге. Так. Встреча в парке Кирова. Это сколько у нас сейчас сохранений будет? Шесть штук. Ладно. Значит, шесть штук, да? Окей. Ладно, я думаю, на этом закончим. Ребята, всем спасибо за внимание. Вот. Всем до скорого. Я надеюсь, вам Хитман понравился. Всем пока-пока. Вот и машина подъехала этих. Ну, увидимся на этой миссии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.